Всем привет! Сегодня будет небольшой ролик в преддверии более основательного, а пока просто набор мыслей по перемирию в Нагорном Карабахе, которая формально все еще действует, если кто не забыл, и переговоры ведутся, но при этом боевые действия все так же продолжаются, и теперь не только в районе Гадрута, но и у Физулии, и на севере в районе Мадагиза тоже что-то происходит, и в общем везде уже. Но сейчас все-таки хотел бы сосредоточить внимание на Гадруте, на том, что поступил целый ряд сообщений о захвате прилегающих населенных пунктов, и в частности Тагасера, захват которого пытались выдать за захват Гадрута, ну показав дом с поднятым азербайджанским флагом. Но тем не менее, захват Тагасера все-таки имеет место, и что не случайно, так как он расположен вплотную к лесу. А как уже говорилось ранее, подобным захватом способствует местность, горно-лесная и лесная. Переместиться из точки А в точку Б, из одного населенного пункта в другой, здесь не так уж и сложно. Что, повторюсь, снова ставит вопрос, а так ли уж неудобно и тяжело наступать в горно-лесной местности? Пока что можно наблюдать, как именно за счет такой закрытой местности, где войска скрыты от прямого наблюдения, в общем-то и идет наступление просачивания азербайджанской армии. И то же самое касается и нескольких населенных пунктов восточнее, о захвате которых недавно было объявлено президентом Алиевом. Если приглядеться к высотам вокруг Гадрута, где местность как стиральная доска и что можно наблюдать в картах гугла, то видно, что она надежно закрывает от обзора вошедших в одну из таких низин и долин. И плюс вдоль них есть еще и растительность, хоть и ограниченная, но все-таки есть. И захват не только Карадаглы, но и Малик Джанлы вполне вероятен уже сейчас, а может даже и Булутаны еще, но тут точно трудно сказать, возможно это как раз преждевременное заявление. А дальше идет уже лес, из которого азербайджанская пехота может выскочить где угодно, в том числе не исключено и в тылу Гадрута в районе главной дороги, что связывает его с центром Карабаха. Так что повторюсь, в теории местность вроде бы должна способствовать обороне и помогать армянской стране, но по факту получается ровно наоборот, местность ограничивает видимость и позволяет азербайджанским войскам просачиваться и быстро захватывать те или иные населенные пункты, вот по типу Тагасера. И это в то время как в центре на открытой местности все так же спокойно, ну по крайней мере пока что. Но сегодня все таки хотелось бы сказать пару слов о перемирии и ходящих разговорах и обсуждениях про ввод миротворцев в Карабах. И как водится, это неспроста. Знаете, обычно вот сколько я не смотрел по телевизору или же читал тех или иных книг или статей про войны, про Югославию на Ближнем Востоке или в Африке, то повсеместно встречал пренебрежительное отношение к миротворческим миссиям и войскам. Причем обычно в таком циничном духе, что они не могут остановить ту или иную войну, не могут остановить резню и убийство, не могут навести порядок, а остановить все это может только политическая воля лидера той или иной конкретной страны, у которой есть вооруженные силы и угроза их применить, или экономические рычаги. Соответственно, миротворческие войска и наблюдатели от АБСЕ в данном случае воспринимаются только как мебель, которая порой может даже мешать. Но тем не менее, постоянно во многих конфликтах вылезает тема миротворцев, и теперь то же самое и в Карабахе. И оно и понятно, почему. После переговора в Москве вдруг внезапно выяснилось, что перемирие соблюдается очень плохо, и выяснилось, что если перемирие заключается, то крайне желательно, чтобы за его соблюдением кто-то следил прямо на месте. А кто этим может заниматься, как не миротворцы? То есть выясняется, что они все-таки нужны. Если же смотреть технически и по самой концепции миротворцев, то это наблюдение осуществляется в двух вариантах. В первом в этой роли выступают наблюдатели от АБСЕ и многих других организаций, которые, соответственно, не имеют оружия и права на его применение, а должны только фиксировать нарушение перемирия, фиксировать обстрелы и потом об этом сообщать выше по инстанции, чтобы уже на дипломатическом уровне началось шевеление и возмущение. А второй вариант – это ввод самих миротворческих войск, у которых есть вооружение и есть правила его применения в той местности, где они дислоцируются. Они уже применяются, когда все совсем запущено, и нужно не просто наблюдать, но и хотя бы иметь возможность защитить себя, и нужно худо-бедно организовать снабжение местных жителей продовольствием, там, обеспечить связь, воду и тому подобные вещи. Сейчас же в Карабахе нет ни того, ни другого, а есть только репортажи немногочисленных репортеров и съемочных групп, есть официальные съемки враждующих сторон и просто случайная видеосъемка. И, соответственно, что в этих условиях мешает просто игнорировать перемирие? Да, в общем-то, ничего и не мешает. Стреляй сколько хочешь и, если очень надо, проводи операции. И на этом, в общем-то, и основана идея миротворческих миссий, войск ООН, наблюдателей миротворческих войск. Что стоит появиться голубым каском в зоне конфликта, то одно их присутствие гасит бурные порывы всех сторон. Ну, как-то неприлично стрелять друг в друга в присутствии посторонних, ну, когда рядом белые люди в красивой форме находятся, да еще и с оружием. А стрелять по европейским миротворцам или же по миротворцам из соседней страны с большой армией, ну, таких охотников обычно нет. Ну, зачем себе наживать вот так вот на пустом месте врагов и портить отношения? Хотя, как мы знаем, есть один знаменитый галстукоед, который решил действовать иначе. И в этом как раз и состоит смысл миротворцев. Но, к сожалению, дальше сама идея миротворчества, в которой есть определенное рациональное зерно и смысл, неизбежно сталкивается с реальностью. Первым делом проявляется та же переговорная проблема. Из-за того, что дипломаты не могут договориться друг с другом и сталкиваются интересы разных стран, очень часто речь может идти не об отправке войск, а всего лишь тех самых наблюдателей от АБСЕ и других организаций. И чего явно недостаточно. Потому что сообщаемую ими информацию об обстрелах можно просто игнорировать. И что бывает выгодно большинству сторон конфликта или войны. Как-то происходит на том же Донбассе, где наблюдатели уже давно работают, но обстрелы идут постоянно, иногда чаще, иногда реже, но все-таки идут. А если же речь заходит все-таки о миротворцах, о миротворческих войсках, то их стараются сильно ограничивать во всех аспектах их деятельности. То есть запрещают иметь в зоне конфликта тяжелое оружие, саму миротворческую зону сильно ограничивают, четко устанавливают базы и места их дислокации с указанием площадей, и вообще тщательно следят, чтобы лишний рон туалетной бумаги не завезли. А то это будет слишком уж большим военным преимуществом. И что неизбежно сказывается на их эффективности. Наиболее характерный пример это Югославия, где миротворцы не раз и не два отказывались вмешиваться в ту или иную резню, что происходило буквально у них под боком. Но в том-то и дело, что местные командиры миротворцев, они просто-напросто не самоубийцы. У них просто могут быть ограничены силы, они гораздо меньше по численности, чем основные местные группировки. Ну как тут полезешь? А политическое руководство стран, из которых поехали миротворцы, это невмешательство в принципе устраивает. Лучше пускай сидят на базах в безопасности, чем пытаются что-то делать, рискуя понести потери. И к слову, этот момент в деятельности миротворцев отражен и в искусстве, и в кинематографе. И мне в этом смысле сейчас вспомнился польский фильм 1998 года под названием «Демоны войны». Ну, по крайней мере, в русском переводе он так называется. Который как раз и показывает подобные отношения. И при этом отношения главного героя, отказавшегося следовать такой политике невмешательства, и полезшего таки спасать местных жителей. И в результате чего, по фильму, польские миротворцы несут потери, и главный герой в конце фильма летит в самолете, и рядом с ним гробы его подчиненных. Наглядный пример того, что ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. А мог бы просто отсидеться на базе, ему бы и слова плохого никто бы не сказал, и потерь было бы меньше. И сейчас я, конечно, уже понимаю, что кто-то строчит комментарий, что автор перепутал реальность с фильмом, но повторюсь, что так обстоит дело не только в фильме. Фильмы, кинематографы, искусство как раз являются отражением реального положения вещей. И в реальности такое с миротворцами уже происходило, особенно в Югославии. И в результате получается, что миротворцы, третья сила, она уже не такая уж и сила. Проходит какое-то время, и местные понимают, что можно воевать друг с другом и дальше, и в полную силу. Просто теперь будет зритель, которого лучше не задевать. Хотя иногда может и следует задеть по каким-то сиюминутным причинам. И такое тоже было. Так что и миротворцы в Карабахе, это еще тот вопрос, а что они смогут сделать, даже если они там и появятся? И вообще, какие задачи перед ними поставят, и каковы будут их возможности? И вот примерно такие мысли у меня по поводу происходящего. В общем, пойду доделывать следующий ролик, в котором вкратце освещу танковую составляющую боевых действий в Нагорном Карабахе. Ну, вернее, подойду к этому вопросу более глобально, а Карабах будет скорее фоном и привязкой. В общем, подписывайтесь, обязательно включайте колокольчик, пишите свои мысли в комментариях, и до скорого! Курва! Черт! Мы миротворческие силы! Наше дело обеспечивать связь и воду! Черт, мы миротворцы! Мы миротворцы! Ты солдат! Что у тебя в руках? Мать твою, что у тебя в руках? Бедро! Мне платят 650 баксов в месяц! Я спрашиваю, что у тебя в руках? Бедро! Какое, к черту? Бедро! Бедро! А что это? Автомат! Но это же не водяной автомат! Майор! Я пацифист! Черт возьми, майор, я ни на что не гожусь! Это они ни на что не гадят! А ты можешь все! Посмотри на них! Только посмотри! Этот малый молился Богу, но Бог его не защитил! Ты должен защитить себя сам! Понял? Я, солдат Войска Польского, я, солдат Войска Польского, клянусь, верно служить Польской Республике, защищать ее независимость и охранять границу, стоять на страже Конституции, береть честь польского солдата. Все! 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 Продолжение следует...